Внешне он вполне себе похож на доброго пенсионера из провинции, однако жителя Углича обвиняют в жестоком убийстве. По версии следствия, подсудимый облился жительницу бензином и поджог. Потерпевшей были причинены обширные ожоги тела, то есть в области головы, шеи, груди, верхних дыхательных путей, рук. Вот это вызвало такую боль, что в свою очередь осложнилось травматическим болевым шоком, который явился причиной смерти. По материалам следствия, подсудимый вместе с погибшей выпивали в его квартире. Ссора, как и бывает в таких случаях, вспыхнула на ровном месте. Мужчина сильно приревновал сожительницу. В прокуратуре говорят, преступление не просто жестокое, оно совершено с особой жестокостью. Помимо того, что человек лишается жизни, обвиняемый, сейчас он подсудимый, желает причинить особые мучения, страдания. Страшная сцена развернулась на глазах знакомого подсудимого, который в момент преступления тоже был в квартире. Сейчас он свидетель. Позиция же самого обвиняемого на этапе следствия менялась. Ревнивец сначала утверждал, что он только облил бензином, а пламя вспыхнуло из-за того, что женщина курила. Затем подсудимый и вовсе сказал, что погибшая сама себя подожгла. В настоящее время позиция моя подзащитного носит частично неопределенный характер. Те показания, которые были даны в рамках предварительного следствия моим подзащитным, частично он их подтверждает, а частично он отказывается. Со слов адвоката о случившемся обвиняемый сожалеет. С погибшей они прожили не один год. Для мужчины это большая утрата, говорит защитник. Сейчас ему грозит большой срок. Санкция статьи предусматривает и пожизненное лишение свободы. Георгий Колчин, Евгений Бушуев. Оперативное вещание.